Всем привет! С вами на связи магазин Экзаменю. Мы посетили выставку Рептилиум уже во второй раз и хотим отметить, что сейчас мероприятие получилось более масштабным, чем в первой. Организаторы учили пожелания посетителей и устроили осеннюю выставку в просторном и светлом помещении, чтобы вместить весь поток желающих. Каждый человек, посетивший Рептилиум, смог найти себе занятие по душе. Кто-то выбрал себе первого питомца, кто-то приобрел животное в свою коллекцию, а кто-то довольствовался общением, ведь лекций и мастер-классов было много, а знаменитые гости не отказывали в советах новичкам. Из животного мира на выставке можно было найти не только змеи и ящериц, но и муравьев, жуков, пауков и множество амфибий на любой вкус и цвет. А сейчас мы с вами немного пройдемся по выставке и поговорим с участниками. Поехали! Здравствуйте! Мы присутствуем на выставке Рептилиум 2017 осень и сейчас я возьму небольшое интервью Евгения Михайловича Рябалтовского. Евгений Михайлович, скажите, пожалуйста, что вас привело сюда, на вторую выставку именно? Лягушки. Лягушки. На самом деле, конечно, нет. Мы очень много работаем последние годы и очень мало куда выбираемся. И поняв, что наконец организуется серьезное мероприятие у нас в стране, мы поняли, что столько лет не видели наших друзей, во-первых, и здесь они соберутся все. И просто посмотреть на то, что нынче происходит с террористикой. Пора немножечко вылезать из подполья, где мы сидим, работаем, 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 работаем. Надо посмотреть на людей. Есть какие-то интересные экземпляры? Ну, я понимаю, что у вас все интересное, конечно. Но какие-то редкие, может быть, что-то интересное только появившееся вы сюда привезли? Ну, например, телодерма Рябова, которую мы уже подарили Сергею Рябову, чтобы лягушки его имени жили у него дома. Ну, и впервые в мире они выставлены на открытое обозрение, и каждый желающий может их купить. Это одни из редчайших лягушек мира, к примеру. Да, мы увеличиваем их количество. Если в природе их было найдено учеными всего 12 экземпляров, то у нас их сидит около сотни. Это хорошее достижение. Это очень здорово. Много людей, новичков сюда приходят, то есть спрашивают, интересуются, возможно, что-то уже приобретают. Вот. Приобретают немного. У нас культура амфибии все-таки не очень развита. Но очень много детей, что меня радует. Огромное количество детей, которым нравится, которые интересуются, разговаривают, задают вопросы. И видно, что это будущие увлеченные люди, которые будут познавать мир, которым интересен этот мир, которым интересен не просто компьютер и не просто виртуальная реальность, а которым интересна настоящая реальность. И они будут начинать жизнь с того, что сначала делать ее дома, а потом пойдут и в мир. Мир интересен, поверьте. Все, спасибо вам большое, Евгений Михайлович. Желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Здравствуйте, Александр! Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о второй выставке «Рептилиум». Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, могу сказать, что очень мне понравилось. Я не жалею, что пришел на нее. По сравнению с первой, конечно, она намного более представительная, более интересная. Появилось много фирм, где можно что-то купить. Ну, интересные животные есть, растения, гетерариумы можно найти интересные, корма. В принципе, все, что надо. Среднему терроримисту, да. Еще такой вопросик. У вас, помимо амфибий, еще представлены на стенде растения. Это какие-то специальные растения для полюдариумов, которым нужна высокая влажность. Ну, собственно говоря, они могут жить в нормальных условиях комнатных. Но в условиях террорима они растут очень хорошо. Часть растений у меня вообще живут засунутые в аквариум и живут на обычном комнатном воздухе. То есть они могут перевестись из водного состояния в терроримное такое воздушное? Оно не водное, просто вместо горшка используется аквариум. Там даже есть у меня фикус нормальный, типа бенджамина. Хорошо, спасибо большое, желаю вам удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте, Инза. Хотела спросить у вас, как вам выставка? Вы уже второй раз на этой выставке. Как вас? Люди уже знают, что-то приобретают, возможно. Скажете? Ну, выставка мне нравится очень. Особенно после первого раза радует то, что сейчас выставка стала уже два раза больше. Животных очень много. И, ну, проводятся всякие интересные тут и конкурсы, и презентации, и все такое. Ну, и большое спасибо организаторам. Ну, да, очень многие люди интересуются животными и содержанием, и тоже покупают животных. Ну, то, что мне особо радует, то, что все покупатели практически спрашивают, если они как содержать, интересуются этим, а не просто приобретают животных. Какие виды, наверное, наиболее легко приживаются в домашних террариумных условиях при правильном уходе? Ну, земноводные вообще приживаются в домашних условиях относительно легко, потому что там не надо высокие температуры. Нужно просто правильно сделать террариум, в зависимости от животного, высокий и плоский террариум, и соблюдать влажность, чистоту, ну, и, конечно, кормление насекомыми. А так, в принципе, очень мало таких видов, которых дома содержать, ну, будут быть, розности большие. Все, спасибо большое, всем приветствую. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Желаем Оргкомитету выставки «Рептилиум» хорошо отдохнуть и набраться сил перед очередным мероприятием, которое состоится весной 2018 года. Благодарим всех, кто творит этот праздник для нас.